Бюджет Чебоксар на следующий год предложили обсудить общественности. В столичной администрации прошли публичные слушания. 11,5 миллиардов рублей такой бюджет планируется в 2019 году по доходам. Потратить городские власти собираются на 200 миллионов больше. Иными словами, казна с дефицитом. Предусмотрены расходы на строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства на 2019 год в сумме 2 миллиона 866,3 тысячи рублей. На газификацию за Волжье в 2019 году в сумме 21 миллион 701,9 тысячи рублей. Из того, что давно хотели услышать чебоксарцы. В казне на следующий год заложены деньги на строительство дороги по улице Асламаса и в микрорайон Солнечный. Две трети бюджета пойдет на социально-культурную сферу. На втором месте по расходам образования. Однако заложенных 6,5 миллиардов явно недостаточно, считает председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по социальному развитию и экологии Наталья Иванеркина. Очень глобальный вопрос – это проведение мероприятий по антитеррористической защищенности. На сегодняшний день для того, чтобы выполнить постановление правительства Российской Федерации, на наши все учреждения системы образования необходимо 170 миллионов рублей. В нашем бюджете мы закладывали в проекте на сегодняшний день только 30 миллионов. То есть это такие актуальные проблемы, о которых, наверное, молчать я как представитель комиссии не могу. В школах ввели третий урок физкультуры, и директора школ попросили принять городскую программу по ремонту спортивных залов. А еще в детских садах ветшают окна. Есть проблема, которая касается всех. Это наши окна. У нас вот свыше 30, около 30 процентов окон мы поменяли за счет вне бюджета, но это не решает проблемы. Возможно ли в следующем году, до ближайшего времени, осуществление такой красивой программы, как окна 21 века? Управление образования просчитает варианты и выйдет с предложением к депутатскому корпусу, ответил начальник управления Дмитрий Захаров. Не хватит заложенных средств и на выполнение обязательств города по улучшению жилищных условий и предоставлению жилья, к примеру, детям-сиротам, отметил председатель комиссии городского собрания по городскому хозяйству. На территории города Чебоксары с 1 января 2012 года признано 15 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. Со сроком отселения граждан до 25 декабря 2018 года 10 домов и со сроком отселения до 25 декабря 2020 года 5 домов. Потребность в финансовых средствах на строительство 106 квартир составит 144 миллиона рублей. Проект закона не устраивает не только представителей горсобрания. Речной порт пожаловался на подорожание топлива и попросил увеличить субсидии. Мы предлагаем статью расхода не 1 миллион 750 рассматривать, а хотя бы 2 миллиона 500. Если мы оставим на уровне прошлого года 1 миллион 750, то мы будем ходить только до 1 июля в Сосновку. Если речной порт просят субсидии увеличить, то троллейбусное управление хотя бы оставить на прежнем уровне. Долги за электричество достигли почти 100 миллионов. С 1 декабря увеличился тариф на 2 рубля по безналичной форме оплаты проезда, что дает дополнительную ожидаемую выручку около 3 миллионов рублей ежемесячно. Но это не решает всех проблем предприятия в 2019 году. Поэтому в 2019 году необходимы субсидии на уровне 2018 года. Предложений было немало. На это и нужны публичные слушания, отметил председатель комиссии по бюджету Владимир Кузин. Все вопросы, которые сегодня мы выслушали в ходе публичных слушаний, конечно, будут рассмотрены, но они могут быть приняты к исполнению только за счет сокращения каких-то других статей. То есть какого-то другого источника мы не можем найти. Второе – это обращаться с просьбой к вышестоящим нашим бюджетам. Это федеральный и республиканский. Принять бюджет планируют в конце года. В Чебоксарах осветили обновленную часовню равноапостольных Константина и Елены по проспекту Мира. Ее построили по инициативе и наличные средства заместителя главы города Чебоксара, генерального директора компании «Объединенное железнодорожное хозяйство» Виктора Горбунова. В 2014 году заложили фундамент, в мае 2015 года была готова центральная часть с куполом. А теперь пристрой или по церковной терминологии – предел западной части. Технология и проект этой часовни, строительной части, она спроектирована таким образом, что мы будем поэтапно нашу часовню превращать в маленький храм. Следующий, третий этап обустройства этой часовни – это алтарь, который мы планируем в следующее лето выстроить. Проект часовни согласован с главным архитектором города и митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. Часовня построена, и она будет стоять долго, и люди будут приходить сюда, молиться здесь и поминать тех людей добрым словом и молитвой, кто постарался построить эту часовню. Глава столицы Чувашии Евгений Кадышев и депутат городского собрания в этом округе Наталья Ванеркина отметили. С просьбой построить церковь или часовню часто обращались избиратели района. Не каждый год даже у нас открывается церковь новая. Здесь нет поблизости такого места, куда можно спокойно в шаговой доступности прийти, стоять, помолиться. Очень приятно, что сегодня была освящена вторая часть к храму, к будущему храму. Местные жители уже могут приходить на службу, посещать этот храм. Службу для прихожан проводят каждый четверг. Мы все так рады, что у нас в нашем микрорайоне построена вот такая церковь. Я хожу в наш собор новомучеников, это на трактор строителей, но там очень суетно, там очень много людей. А вот здесь вот так тихо, так по-домашнему, эта церковь построена с такой любовью. Здесь каждая иконочка вот такая вот, одноподаренная хорошими людьми. В дар часовни икону передал и владыка Варнава. В Чебоксарах открыли московский мост. Этого события жители города ждали три года. Столько заняла масштабная реконструкция. Она проводилась в два этапа. Строители, по сути, возвели на месте старого сооружения, новое. Общая сумма вложенных бюджетных средств – 1 миллиард 568 миллионов рублей. Эти инвестиции наших молодых людей, кто строит мосты, строят будущее России, будущее Чуваши, будущее города. Я смотрю на этого красавца и хотел бы от лица Министерства транспорта поблагодарить и строителей, и поблагодарить проектировщиков, и всех тех, которые вложили свою душу, вложили то, что они умеют, в то, чтобы этот прекрасный объект появился у вас в городе. В будущем году столица Чуваши отметит 550-летие. И новый мост – бесспорно один из самых лучших подарков городу и его жителям. Столица должна иметь такой большой широкий шестиполосный мост. Разгрузка будет ощутима уже завтра. Завтра уже исчезнут пробки как с левой стороны моста, так и с правой. Это посмотрят и ощутят все чебоксарцы на себе. Это просто отличное сооружение, инженерное, огромное. И мы очень рады, что оно появилось именно у нас в Чебоксарах. Честь первыми проехать по мосту выпала строителям. Автоколонны из самосвалов, бетоносмесителей, снегоуборщиков прошла ровными рядами. Мост хороший, нормально ездить будем. Ждали его? Ждали, конечно. Тут все, движение начали. А как насчитается, пробок меньше теперь будет? Наверное. Туда три полоса, а то на три полосы. На это надеются и другие водители, особенно общественного транспорта. Евгений Духанов работает на маршруте, который соединяет центр города с северо-западным районом. И пока помнит, как сложно было проехать по московскому мосту. Тяжело, большая нервотрепка, большие пробки. Минут по 20 стояли, чтобы проехать по этому мосту. Были заторы. Большое неудобство и для меня, и для пассажиров. Надеюсь, что исчезнут пробки в городе. Особенно по этому, по московскому мосту в часы пик. Реконструкция ждет и другие столичные мосты. Первый на очереди – Сугутский. Его планируют отремонтировать в будущем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова